Монументальные сооружения на аллее трудовой славы. Триумфальная арка победы. 15 метров в высоту и 14 в ширину. Монумент, посвященный военному и трудовому подвигу жителей Куйбышева в годы войны. Столь грандиозные сооружения в Самаре открывают впервые за 30 лет. Наш город имел на площади славы монумент славы. Вечный огонь. Но не было у нас памятника ветеранам труда. И вот накануне 70-летия победы открываем эту величественную арку. В ноябре 2013 года именно ветеран Великой Отечественной войны Николай Трынин предложил возвести триумфальную арку. Местные власти предложение поддержали. Идея, объединяющая в одном монументе героев передовой и тыла, уже через полтора года стала реальностью. Арка победы будет напоминать самарцам о том, что в самые тяжелые годы военного лихолетия наш регион стал опорным краем страны и своими выдающимися трудовыми достижениями приблизил разгром врага. Не случайно арка победы стоит на аллее трудовой славы. В годы войны Куйбышев был не только запасной столицей, но и кузницей, где ковалась победа. Сюда были эвакуированы все крупные заводы страны. Рабочие стояли у станка по две, три, а то и четыре смены подряд. Все для фронта, все для победы. Именно в Куйбышеве собирался каждый четвертый боевой самолет, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Это определенный кредит доверия всем нам, живущим сегодня. Кредит, который мы обязаны с вами обязательно исполнить. Быть достойными того трудового подвига, которым наши сограждане проявили себя в годы Великой Отечественной войны, в период восстановления народного хозяйства и в более поздние времена. Мы открываем не просто одну из основных достопримечательностей нашего города, а сегодня создан символ и знак нашей истории, нашей памяти, нашего единства. Свидетелями исторического события стали горожане. Как сквозь горнила войны в мирное время самарцы прошли сквозь арку. Гордость за свою страну, за победу, гордость за нашу безымянность. Слезы радости, слезы гордости за и город, и за страну, и вообще за все. Такое вот сооружение, я говорю, сколько жили, такого не было. И вдруг вот все вмиг преобразилось и стало так красиво, вот так вот торжественно, так приятно. Ну просто вот знаете, гордость берет. Радость. То, что у нас такая хорошая родина, что у нас такие хорошие люди. Я учусь в кадетской школе и собираюсь после окончания школы идти в армию. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.